Я хочу вам рассказать свое личное свидетельство. Я знаю, что у каждого человека, и те, кто ходит в церковь, кто себя считает христианином, есть свое личное свидетельство до того момента, когда он встретился со Христом. Есть жизнь до и есть жизнь после. Иоанна в третьей главе Христос говорит о том, что каждому человеку нужно родиться свыше. И, знаете, вчера было восьмое число. Ровно 10 лет тому назад я пришел вот на это самое место. Человек, мне тогда было 37 лет, который в своей жизни ничего не имел. Единственное, что у меня было на тот момент, это 16 лет наркотиков. Те, кто знают, что такое наркомания, те, кто проходили, те, кто, ну, родители, понимают, что наркоман – это мертвец, который не живет, а просто существует. И конец у всех наркоманов – это смерть. Только вопрос времени. Вы знаете, я не хочу говорить о том, что как я был наркоманом, как это все проходило. Я хочу вам засвидетельствовать о том коротком периоде времени, как Бог ворвался в мою жизнь и как я пришел вот сюда, на это место. Знаете, наверное, родился я, как все люди на этой земле, маленький мальчик, учился в школе, когда-то у меня, потом подрос, были какие-то мечты, планы, знаете, там, учиться. Я пошел, после школы пошел учиться в училище, отучился в училище, проходил практику. Мне сказали о том, что тебе нужно идти учиться в институт, дальше получать квалификацию, стать нормальным рабочим человеком, таким, каким, ну, является вся наша семья. У нас вообще в семье все рабочие. У нас не было никаких начальников, ничего. Просто были простые работяги. Те, которые кто-то работал на заводе, кто-то на фабриках и на предприятиях, ну, вот так вот. Ну, и я, знаете, выбрал для себя такой путь, думаю, ну, да, нормально, что, отучиться и работать, зарабатывая деньги своими руками. Ну, знаете, но еще до этого в раннем возрасте, ой, говорю, в раннем возрасте, в подростковом возрасте дьявол поймал меня на одной очень такой, это, как, мы, знаете, с пацанами вообще, я вот отсюда, с Московки, всю жизнь здесь провел, и самое любимое место наше посещение, это была железная дорога и все, ну, потому что родители работали, а мы сами жили по себе. Что хотели, то и делали. Знаете, не помню, когда это, ну, это и не важно, появились первые легкие наркотики. Вроде они не считались такими тяжелыми, знаете, как-то все просто, но потом, потом, как говорится, все это, по нарастающей, где-то буквально в 95-м году я понял, что я уже начал употреблять тяжелые наркотики, и вот эти все планы о том, что я когда-то строил, они начинают потихонечку разрушаться. И вы знаете, с 95-го года до того момента, до 2014-го года, да, моя жизнь просто была, ну, я работал, знаете, хочу сказать, работал, зарабатывал деньги, у меня был перерыв, когда родилась моя дочка, какой-то перерыв, я думал, что я избавился от наркотиков, знаете, ну, потом они пришли опять ко мне, и в 2012-м году я шел с Сибирского 20 к себе домой на Молодогвардейскую. И вы знаете, ко мне пришла одна очень такая страшная-страшная мысль о том, что я скоро умру. Я понял одну самую большую истину о том, что тогда, когда я был вот этим парнишкой, молодым, да, когда я прикоснулся первый раз к антаркотикам, они мне понравились, что я попал в западню дьявола, о том, что он все так мне красиво показал, разрисовал вот эту вот жизнь, вот это все, с друзьями было так все весело, красиво, но он не сказал самого главного, о том, что за все, за это придется платить. и вот тогда я шел вот здесь, проходя мини-рынка, я понял, что я скоро умру, потому что я попал в такую яму, из которой я больше выбраться не могу. На протяжении всей своей жизни, знаете, у нас приходят какие-то трудности, испытания, я называю это такие, знаете, как небольшие ямки, ну, потом ямы, мы попадаем, мы из них выбираемся, у нас есть силы, мы, у нас есть здоровье, но здесь я понял, что эта яма, в которую я попал, во-первых, у меня нету сил из нее выбраться, во-вторых, тот грех, который живет во мне, он больше меня самого, и в-третьих, я не знаю выхода, как из нее выбраться. Мне когда-то, знаете, давно еще рассказывали про Бога, я воспринимал это все, так, знаете, поверхностно, ну, да, да, Бог, я знаю, я верю в Бога, но я никогда к этому, с этим не соприкасался, потому что в нашей семье, да, никто никогда о Боге не говорил, у нас никогда не было Библии, там, что-то, ни бабушки, ни дедушки, ну, ничего не было такого. Вы знаете, я шел, мне так стало страшно, и я понимаю, что я скоро умру, но внутри меня горит желание, я так не хотел умирать, я просто хотел жить, но самое страшное, меня пугало то, что я не знал, я не знал выхода, и я помню, пришел, там была такая очень страшная, думаю, ситуация, когда я умирал, и я проснулся, и, наверное, первый раз тогда в своей жизни, это даже не молитва была, я просто сказал, Господи, помоги мне, я так устал, я вообще не хочу так жить. И вы знаете, и с того времени Бог пришел в мою жизнь, и начали происходить такие, знаете, как чудеса. Прошло еще какой-то период времени, меня увольняют с последней моей работы, ну да, знаете, однажды мне, моя начальница, на тот момент я работал с ней, занимал, ну, там, неплохую должность, и она просто позвонила мне и сказала, Андрей, можешь больше не выходить? Я говорю, в смысле, как? А кто там будет заниматься всеми этими делами? Она говорит, незаменимых людей нет, ну просто я устала от твоих наркотиков, мы все устали от твоих наркотиков. Мы знаем, что ты что-то умеешь делать, но наркотики, они больше тебя. Тебе надо либо останавливаться, либо, ну, все уже. Я говорю, ну ладно, пошел, там, на одно предприятие, поработал, и понимаю, что, а работать-то я дальше не могу. Меня тянет к греху со всех сторон. Если не наркотики, значит, выпиха, если то-то, 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 оттуда его ушел, сел как-то дома, и сижу, думаю, что вообще происходит в моей жизни. И понимаю, что я вообще просто остаюсь один. Жена, ну, на тот момент, который у меня была, она ушла. Дома тоже уже, ну, уже все, ничего нету вообще. Вы знаете, сижу, думаю, как дальше жить? А дальше ничего нету, дальше пустота. Ты смотришь, и ничего не видишь. Вы знаете, как-то я выхожу во двор, ко мне подходит паренек с нашего двора, начинает рассказывать мне историю. Я, говорит, вчера ходил на Светлый, там работают христиане. Они платят одну тысячу в день, каждые две недели расчет. Ну, и знаете, меня так это заинтересовало. Я говорю, а что вообще, ну, в чем заключается? Ну, строительная работа там выполняешь, там все эти. Ну, я строитель, всю жизнь строитель. Я говорю, ну, я говорю, а деньги точно платят? Он говорит, ну, ты что, они же христиане, они не могут не платить. Ну, я говорю, ну, я говорю, а что еще? Говорю, там выпивают, курят? Нет, ты что? Говорит, нет, нет, они, они, нет, этого у них нету, ничего. Приходят, работают, получают деньги. И вы знаете, мне на сердце сходит такое, думаю, неужели первый раз в жизни я слышу про такую работу? Я всю жизнь проработал совершенно по другому принципу. Ну, вот. И это, как его? Я говорю, ну, и он мне говорит, слушай, ты туда не ходи. Я говорю, почему? Я, говорит, вот сходил один день и больше туда не пойду. Я говорю, странно. Я говорю, ну, деньги же они платят. Он говорит, да. Я говорю, а почему ты не пойдешь? Он говорит, да просто понимаешь, вот я пришел вчера с утра, мы зашли, сели в бутовочку там такая небольшая, да, они достали Библию, начали читать Библию. Потом что-то они там поговорили, порассуждали, потом говорят, ну что, пойдемте молиться. Все вышли на улицу, встали в кружок и давай молиться. Я говорю, и что? Я говорю, ну ты что, они же молились. Я говорю, а в чём здесь такого? Он говорит, да нет, это что-то не то. Я говорю, слушай, я иду. Я говорю, пускай они там молятся, Библию читают. Мне вообще, на тот момент, мне вообще было по барабану. Я говорю, главное, чтобы они платили деньги. Я собираюсь, приезжаю туда, встречаю там ребят, те, кто-то проходил реабилитацию, кто-то тогда уже был служителем. И знаете, оказывается, что, как говорится, мир круглый, там очень много знакомых, и я начинаю там работать. И, конечно, когда приходит новый человек, начинаются личные свидетельства, как я вот сегодня свидетельствую вам, так и мне начали рассказывать о том, что когда-то Господь пришел в их жизнь. Понимаете? Ну, я, знаете, к этому отношусь, ну, так. Ну, да, 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 да. Это ваше, а у меня совершенно все другое. Главная цель моя, это тысяча в день. Ну, и это. И вы знаете, однажды я залез там на крышу, сижу, смотрю, едет машина. До этого то, что они мне говорили, это ничего, знаете, меня это вообще не касалось и никак. Едет машина, и у ней на заднем стекле написано, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Римлянам 10,13. Я читаю, знаете, как... Сейчас немножечко переживаю, позабыл. Ну, ладно, не буду искать, скажу так. Знаете, Слово Божие, как двуоборюдочный меч, проникает это. И вот, знаете, и вот это слово, оно как будто как вылетело и воткнулось ко мне в сердце. Я ничего понять не могу. И вот это слово всякий, всякий, оно больше всего на меня подействовало. И я, там, не помню, обед или вечер, я задаю, ну, захожу и задаю ребятам вот этот вопрос. Я говорю, слушайте, а что там написано? Они говорят, ну, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Я говорю, а кто такой всякий? Они говорят, ну, всякий, это любой на этой земле. Я говорю, как так? Не может такого быть. И мне, знаете, встает интересно всякий. Всякий, если забить гугл, да, посмотреть, это каждый. А каждый, это тот, кто подобен себе. Это человек, каждый на этой земле. Я говорю, ну, ну, я понимаю, что всякий, но я-то не такой. Всякий, это тот человек, которым я хотел когда-то стать. Понимаете? Это тот, кто работает на заводе, зарабатывает деньги, живет, ну, там, когда выпил, когда что там, да. Ну, нормальный человек, как живет весь этот мир. Но я-то не такой. У меня 16 лет наркотиков, и о всех тех делах, которые я делал, страшно говорить. И даже вспоминать о них страшно. Я не такой. Понимаете? Они говорят, да нет, Андрей, то, что сегодня ты сегодня пришел к нам, и то, что сегодня ты живой, есть эта милость Божия. Но есть другое слово, называемое благодать. Это то, что Бог, если ты придешь к Нему, если ты попросишь у Него прощения, Он простит тебе все, то, что ты считаешь невозможно простить. Я говорю, да нет, ребята, ну, вы же не знаете. Вы не знаете мою жизнь. Вы не знаете того, той боли и то, что есть в моем сердце. О том, что я переживаю. О тех людях, о тех, которые умирали рядом со мною, знаете, ну, такая жизнь была. Я говорю, вы же всего этого не знаете. Они говорят, ну, смотри, Андрей, это, говорит не человек. Это обещает Бог. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Господь обещает тебе спасение, а тебе нужно призвать и обратиться к Нему. Вы знаете, эти слова, они меня поражают до конца. И как раз тут подходит время, и вот 8 июня 2014 года подходит праздник Пасхи. И они меня приглашают на собрание, говорят, приходи к нам на собрание. Я говорю, да что мне там делать? Они говорят, ну, приходи, говорит, ну, там. вы знаете, и у меня что-то в сердце происходит, я соглашаюсь. Я собираюсь, это как его, прихожу во двор, к ребятам, говорю, завтра я иду в церковь. Они говорят, о, тебе-то что там делать? Я говорю, ну, иду все. Они говорят, да не, не ходи туда, что там делать? Там делать вообще нечего. Я говорю, нет, я принимаю решение. И вот тогда вот я вот окончательно принял решение о том, что я иду в церковь. Знаете, в воскресенье оделся, иду по Московке, здесь прохожу по частному сектору, подхожу к дверям, кто стоит, Дима Кашин, встречает меня, говорит, о, привет, Андрей. Я говорю, о, привет. Я говорю, а ты здесь? Он говорит, ну, я здесь, здесь все. Ну да, я захожу в фойе, поднимаю зал, тут и правда, тут вся Московка, все те, кого я знал раньше. Только я смотрю, знаете, я заметил о том, что лица их другие, и глаза их светятся светом. Это не те люди, которых я знал раньше. Это совершенно другие люди. И вы знаете, у меня такое желание, а может быть, ну, знаете, вот эти мысли в голове, а может быть, и это какого, может, и Бог мне правду поможет, в том, чтобы я стал таким, я стал другим. Начинается собрание, я присел, не помню, где-то вот здесь, ну, где, может быть, там камера стоит или где. Со мной еще пришел один брат, ну, он сел рядом со мною, и начинается собрание, выходит, группа прославления запела псалмы. И вы знаете, в тот момент, вот это вот, любовь Божия и вот эта благодать, которая сливается в сердца людей, она начала наполнять мое сердце. Я никогда не слышал этих песен. Где-то там, может быть, знаете, когда там, листая в интернете, попадался там, какой-то там, ну, мне было неинтересно. А здесь просто я почувствовал то, что вот эта любовь какая-то, знаете, вот мы в жизни живем и у нас есть любовь, любовь к родителям, любовь к детям, да, но здесь вот это чувство, вот эта Божья любовь, она когда начала прикасаться к моему сердцу, а я не понимаю, что это за чувство. Но я, ну, знаете, вот, как это объяснить, но, ну, вот это, вот это новое, но оно было такое вот сверхъестественное и такое, знаете, как приятное. и мне приходит мысль, что как будто я эти все псалмы слышал всю жизнь и кроме них мне больше ничего не надо. Затем выходят дети здесь, подростки, показывают эти сценки, выходит проповедовать Денис Викторович, Юлия Николаенко песню поет, и я сижу, и вы знаете, у меня такое чувство первый раз, и пришла мысль там в голове о том, что я пришел туда, куда я шел всю жизнь. Я всю жизнь куда, чего-то искал, понимаете, искал на старой Московке, искал на новой Московке, искал там. Я искал то место, где бы мне было хорошо. Но это же нормальное чувство, все же мы люди живем и хочем, чтобы где-то найти такое место, где, где нам хорошо. Но так как те наркотики и тот грех, который выжил, мне нигде никогда не было хорошо. и знаете, когда говорят о том, что эти удовольствия можно продолжать на протяжении всей жизни, можно употреблять наркотики и всегда получать от этого удовольствие, я скажу нет. Потому что есть такой период, когда ты от этой жизни устаешь, и тот камень греха, который живет в твоем сердце, он давит тебя и ты понимаешь, что все, ты больше жить так не можешь. Ну и в конце служения, знаете, идет призыв на покаяние. Я сижу, визжался и ко мне приходит точное решение, сегодня я не пойду. Поворачивается наш брат и говорит, Андрей, пойдем. Я говорю, нет, ты знаешь, сегодня я пришел первый раз. Вот на второй раз в следующее воскресенье я выйду и покаюсь. Он говорит, нет, нужно идти сегодня. И мне приходит такая мысль о том, что знаете, что да, на протяжении всей своей жизни я обещал сам себе бросить курить, бросить пить, бросить употреблять наркотики, начать свою жизнь с понедельника по-новому. И вот так вот все вот эти долгие года они уходят в завтра, 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 и завтра это не наступило никогда за всю эту жизнь. Он говорит, слушай, брат, если, это как его, если ты не хочешь идти, ну, давай, я пойду с тобой. Берет меня за плечо и выводит вот сюда. Вы знаете, здесь ко мне подходит Вадим Кривошеев, говорит, слушай, ты хочешь прочитать молитву покаяния? Я говорю, да, ну я не знаю, знаете, стою как в тумане, честно говоря, и это как он, он говорит, ну, тебе нужно покаяться, признать о том, что ты греховный, попросить у Господа прощения, и и жизнь твоя изменится. Ну, я говорю, давайте. Знаете, я ожидал, честно говоря, думал об этом, о том, что если возможно, когда-то в моей жизни будет молитва покаяния, что это должно произойти, что-то как-то сверхъестественное, там, ну, вот как свидетельствуют некоторые, там, рассказывают о том, что там горячая кровь, там, там, какой-то там, что-то на тебя там обрушивается, там, такое. Прочитал я молитву покаяния, ну, и вроде ничего. Пошел, сел, вышел, иду, но вот это чувство, знаете, которое появилось в мое сердце, оно не дает покоя, но я не понимаю, что со мной происходит. Но в тот день, вот эта Божья благодать, и вот этот дар, вот пришло в мое покаяние, и рождение свыше. Я шел, и потом я начал понимать, в короткий период времени, о том, что я получил свободу. Вот эта свобода, о которой я мечтал всю свою жизнь, когда ты живешь, и ты понимаешь, что ты в рабстве, и ты не можешь вырваться из него, если достаточно одного звонка телефона, или одной смс, чтобы бросить свою семью в три часа ночи и бежать на другую московку, зная, пробегая это расстояние за 15 минут, потому что зная, что там тебя ждут, что мне теперь не надо никуда бежать. Мне ничего этого не надо. Представляете? Я был так поражен, я просто был, ну, как говорится, как в шоке. Я получаю свободу. И с каждым днем вот эта Божья любовь, она начала все больше и больше изливаться в мое сердце. Вы знаете, вот с того момента, как я пришел сюда, да, прошло 10 лет. И вот это 10 лет, вот эти 10 лет это той жизни, когда я просто живу, не просто, когда я по-настоящему живу. Я не буду говорить, если вы хотите, например, узнать, что произошло в моей жизни, чем меня Господь благословил, приходите на домашку, я вам могу рассказать еще на час и на полтора. Ну, 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 что? Забыл. А, в Сибирске 45, квартира 49. Ну, там в этом все есть. В чате все есть, да. Если что, подойдите, я так как, я скажу. Ну, знаете, и вот это вот, то, что в тот момент Господь явил себя в мою жизнь, но Он явил не только мне себя, Он явил вот это чудо и моей семьи, и все тем, кто знал меня тогда и кто сейчас знает меня. Потому что вот эта благодать, вот это прощение и вот то, о чем говорит Бог, оно пришло в мою семью, в мою жизнь. Спасибо вам большое, знаете, за те года, когда я еще был там, но я знаю, верю и знаю о том, что за меня молились, за тот день, когда я пришел сюда и покаялся. Благослови вас, я Господь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.